Ушел в лес и не вернулся. Так начинаются объявления о пропаже любителей тихой охоты. В поисках урожайной поляны грибники теряются во времени и пространстве. Большинство заблудившихся – пожилые люди. Очередной драматичный случай произошел в Киморском районе. Две пенсионерки отправились в лес за черникой. У одной из них случился инфаркт. Подробности этой истории, а также советы, как упростить работу спасателем и продлить себе жизнь, расскажет наш корреспондент Валерия Фомина. Грибной ягодный сезон в Тверской области обычно начинается в июне-июле. Все зависит от погоды. Но вместе с урожаем грибов вырастает и количество заявок о пропаже любителей тихой охоты. Так что работы у спасателей хватает. По их словам, большинство потеряшек – это люди старшего возраста. Как правило, рассказывает руководитель Тверского поискового спасательного отряда «Сова», сезон заблудившихся грибников начинается в июле. К субботе и воскресенье количество заявок увеличивается. В минувшие выходные поисковики выезжали около пяти раз. Один из них – в Кимрский район, где в лесу заблудились две бабушки. Их спас мобильный телефон. Одну из них стало плохо, но вторая оказалась на связи, с ней вели полностью общение. Она нам сообщила, что вторая бабушка очень плохо себя чувствует. Было принято решение, что нужна эвакуация и потребуется помощь вертолетов санавиации. К сожалению, санавиация к нам не смогла прилететь. И там неудобное место для посадки. Нам помогли наши коллеги по Сова Ангел. Прилетел борт. Увы, но болотистая местность усложняет эвакуацию. Так женщину-волонтеры смогли вывезти только на легкомоторном вертолете в местную больницу. А уже оттуда бригада врачей забрала тяжелую пациентку в областную больницу в Тверь. Провоцировать подобную ситуацию может физическая нагрузка, факторы погодных условий. Например, сейчас жара стояла достаточно такая интенсивная. Поэтому люди с хроническими заболеваниями с содержесосудистой системой, ну, естественно, им следует воздержаться. Если погода не капризничает и душа просит охоты, то, идя в лес, грибник 50+, должен иметь в корзине заряженный мобильный телефон, спички и лекарства, говорят спасатели. Основная рекомендация – телефон. Мест, где нет мобильной связи на территории нашей области, ну, не так много. Информация родным, близким и яркая одежда. Обязательно воду попить, перекусить, несколько печенюшек взять с собой, конфет сладкие, довольно углеводы. Не стоит полагаться на свои силы только потому, что местность знакома с детства. Стоит поменять положение солнцу, как сбиваются все ориентиры, и человек блуждает сутками без еды, воды и медикаментов. Если все-таки человек потерялся, нужно оставаться на месте. Выйти на более-менее открытый участок и подготовиться к длительному там нахождению. По дереву организовать себе ночлежку, то есть подложить какой-нибудь ельничек вниз ветки и спокойно сидеть ждать. Если есть возможность, развести огонь. То есть огонь как минимум защитит от диких животных. Если человек будет гулять дальше по лесу, он может уйти вообще не в том направлении, где его будут искать. А искать могут несколько дней. Так недавно в Торопельских лесах искали бабушку больше недели. Она чудом осталась жива, но была очень слаба. Спасателям она также сказала, что знала эти места с детства. А телефон было жалко брать с собой. Потерялся, а стоит денег. Поэтому вышеперечисленные советы могут ускорить работу спасателей. Не так страшно потерять технику, как жизнь или здоровье.